А вы уже знаете, как доехать из аэропорта в свой отель на Самуи? Уверены, что хотите ехать с незнакомыми людьми и уставшим водителем на такси 80-го года выпуска? Тогда закройте это видео! Если нет, узнайте, как все работает! Наберите в браузере samuibas.com Итакушки-ребятушки, всем привет! С вами снова канал Dream and Travel и мы на острове Самуи! На самом деле мы думали, что мы выберем другую страну, но так как мы белорусы и любим стабильность, поэтому мы оказались здесь, в этом раю. А где твоя родина, сынок? Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знай! Пока мы сюда добирались, мы немного поснимали, совсем немного, и все очень непонятно, поэтому нам проще все рассказать. Итак, чтобы добраться до острова Самуи, конечно же нужно купить билет до Бангкока. Билеты из Минска на самом деле очень дорогие, не только в Таиланд, но и вообще в принципе, и поэтому, как в прошлый раз, мы добирались до Москвы. В Москву ехать надо, в Москве вся сила. И уже из Москвы у нас был самолет в Бангкок с одной пересадкой в Стамбул. В этот рассказ мы будем вставлять вставочки из нашей дороги, чтобы более-менее как-то было понятно. Сделать целое видео без нашего рассказа вообще никак не получится. Итак, билеты мы покупали через специальный сервис, ссылка на который будет внизу этого видео, поэтому кому интересно, смотрите, покупайте билеты там, это наша партнерская ссылка. Смотрите, ищите дешевый, выгодный для вас билет. Блин, комары вообще. Сейчас просто уже полшестого и как раз самое время комарам жрать. Комарам жрать. Нас. Приехали мы в Москву на автобусе, хотели провести встречу с вами, с подписчиками, как и договаривались, но погода была вообще жесть, да и времени особо не было. Так что извиняйте, что встреча не состоялась, лучше прилетайте к нам сюда на Самуи, отдохнете и заодно можно будет встретиться. Все начиналось очень даже хорошо. Мы приехали в Москву из Минска, поехали в гости к нашим друзьям, отдохнули у них, посидели. Я не враг своему здоровью, культурно отдыхать умею. Поехали в аэропорт. Регистрация, там все дела. Нам дают билеты в зал бизнес-класса. Мы такие вообще не ожидали. В общем, тут бесплатно, ребята, бесплатно бухло, еда и куча всяких разных развлекух, типа интернета, кожаных сидений и всяких массажных сидений. Люди тут сидят серьезные, поэтому, чтобы особо не нервировать их и как бы самому не выглядеть каким-то дебилом, покажу, что смогу. Поэтому, ну, так, потихонечку пройдемся. Прилетаем мы в Стамбул. Главное, что мы были без чемодана. Мы с этими, со всеми сумками, с рюкзаками, с коптером, с пакетами. Просто не знаем даже, куда бежать, куда идти. В Стамбуле аэропорт достаточно такой большой. Вот, ну и тем более, как бы на русском никто не разговаривает, да, все на английском. Вот, а мы немножко от этого отцветывают ли. Вот, ну и как бы мы с Сергеем быстренько там уточняем, куда нам нужно идти. И нам показывают, говорят, там 200 метров, и как бы будет поворот налево. На самом деле, сколько там было? Да, я не знаю, там метров 500, наверное, было. Мы просто бежали, бежали, бежали. Там налево, направо, все, вроде прибежали мы в эту, в зону трансфера, где между рейсами пересадка. И там просто стоит 100 человек, реально 100 человек. Мы показываем свои билеты, типа, ребята, вот у нас самолет, буквально заканчивается посадкой через 10 минут. Нас все такие быстренько пропустили, проверили наш багаж. Все, давайте, быстрее, быстрее, бегом, бегом, бегом. Прибегаем мы к своим воротам, все, вот. Не убирайте трап, рейс 330. Два пассажира первого класса бегут на посадку. Уже двери закрывались, мы такие с этими билетами, а, подождите, подождите нас, в общем, мы все туда вбегаем, последний вообще в самолет. Все, в общем, взмокли, переволновались, Валюха вообще в истерике, не может поверить, что мы вообще успели. В общем, приключения просто жесть. Водочки не принеси, мы домой летим. Искай, раздают, приходи на борту, карузу. Да, вот такое нужно снимать, но, к сожалению, в такие моменты взять камеру, это просто, ну, нереально, потому что вещи, сумки, клубки, битылись, просто в шоке. Ну, у меня реально была истерика, когда мы зашли, наконец, в самолет, мы были последние, кто туда зашел. Когда мы летели из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Бангкок, везде наливали, вкусно кормили, то есть реально в неограниченном количестве там был алкоголь, Серега там пил виски, я там пивко, вот, ну, то есть, как бы прикольно на самом деле, да, хороший сервис, то есть, компании вообще никаких претензий. И билеты мы, кстати, купили вот из Москвы до Бангкока, на человека получилось 17 тысяч рублей. Прилетели мы в Бангкок, и нам надо было сразу же, быстренько, со всеми вещами ехать на Северный вокзал. С Северного вокзала ходят автобусы в основном на Пхукет и на Чангмай, но так как я его знал, и, в общем, тут, там тоже автобусы ходят на Самуину, они реже. Вообще надо было ехать на Южный вокзал, но я не знал, как туда добраться, поэтому поехали просто на Северный, и все. Так что, если вы прилетаете в Бангкок, и вам надо попасть на Самуи, лучше ехать на Южный автовокзал, он называется Сай-Тай. Билет на автобус стоит от 600 до 1200 бат, мы взяли за 1000 бат VIP-класса билет. Ночной переезд вообще проходит быстро и легко, плюс еще там небольшие снеки какие-то подкармливают вас в дороге. Чтобы видео было не такое короткое, мы вам еще покажем обзор нашего жилища, которое мы сняли всего за 6000 бат. Это 170 долларов, ребята, 170 долларов. Какие выпуски ждать от нас, пока непонятно, потому что, блин, мы на самом деле сейчас все в работе, надо влиться в рабочую эту всю среду, потом уже думать что-то о канале, о видео, чтобы вас прежде всего порадовать. Так выглядит наш дом снаружи, сейчас пройдемся внутрь, все вам покажем. Здесь у нас стоит наш байк, прикупили мы мангал, маленький такой, чтобы можно было по вечерам жарить барбекю. Это прям было первое необходимость, что надо было купить. Сергей меня всегда заставляет показывать дома, меня это бесит. Это наша терраса, она такая небольшая, но в принципе здесь есть место, можно с утра там позавтракать. Мы здесь даже иногда там обедаем или ужинаем. Здесь вот у нас рабочая зона, смотрим на пальмы, на красивую зеленую нашу территорию. Очень круто, на самом деле, вдохновляет. Здесь в принципе больше ничего не было такого, был телевизор, но мы его убрали, потому что мы не смотрим. Столик прикупили, и вот здесь единственное, что в этой комнате нет кондиционера. И как бы это такая, ну, достаточно проблема, но пока что нет, потому что сейчас прохладно, не жарко. То есть не бывает жуткой такой жары там 40 градусов, как вот бывает в марте, в апреле. Вот поэтому мы нормально существуем с вентилятором. Ну, вторая комната, это наша спальня. Мы тут немножечко так уже создали уют. Вот. Ну, кровать классная, большая. Шкаф и есть кондиционер в этой комнате. Поэтому, в принципе, мы вот как-то раз забыли его выключить и уехали. На там пару часов приезжаем, мы вообще такой прям дубан, даже там. То есть, в принципе, можно его включать, и он охлаждает. Даже вот две комнаты, не только спальня. Ну, и здесь такая небольшая зона, мы еще что-нибудь обустроим. Я думаю, здесь холодильник, и здесь вот телевизор, который мы убрали. И тут вот такая у нас ванная комната. Такое эхо, эхо. Нормально, в принципе, за 6 тысяч бар, это просто вообще отлично. И у нас есть кухня, но она идет вот как бы так отдельно, скажем так. Открытая. Ну, ничего особенного здесь. Вот, то есть, даже здесь мы не будем ничего показывать. Здесь была микроволновка, там газовая панель, там всякую посуду мы прикупили, всякие мелочи. Это вот есть магазины на острове Сумы. Ну, вообще, в принципе, наверное, везде в Таиланде. Все под вас. Там, ну, можно купить всякие стаканчики, тарелочки, всякие штучки на кухню, бытовую, химии и так далее. Очень дешево. В планах одно видео в неделю, но такое прям нормальное, качественное, с какой-то инфой, с какими-то походами куда-то. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписан, кто с нами первый раз быстро подписался на канал. Кто уже подписан, поставьте лайки. Не забудьте вступить в нашу группу ВКонтакте, подписаться на наши Инстаграмы. Можете, кстати, на Валюхин Перископ-то подписаться, скоро возобновляем наши трансляции в Перископе. И пишите комментарии внизу, да, не забывайте, что мы ответим на все ваши вопросы, задавайте, пишите. Все, всем пока. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok